По накалу страстей олимпийские, по содержанию больше шуточные. Ко дню медицинского работника в Орехово-Зуево прошла третья спартакиада среди медиков. На этот раз докторам и медсёстрам пришлось испытать себя в четырёх конкурсах. Третий год подряд на базу отдыха в Орехово-Зуево приезжают медики со всего Подмосковья. Кто-то для того, чтобы взять реванш за прошлый год, кто-то, чтобы стать новым обладателем летнего кубка спартакиада медицинских работников. Но прежде чем начать соревнования, над своего рода стадионом был поднят российский флаг. У нас открыты квоты на Олимпиаду в Рио и сегодня смотрят, кто лучше отбирать будут среди вас. Еще раз поздравляю вас с началом соревнований и пусть победит сильнейший. А сильнейший у нас здоровый образ жизни. После шуточного поздравления спортсмены отправились на прохождение этапов. И хотя их названия совпали с олимпийскими видами спорта, сами состязания проходили по совсем иным правилам. Чтобы здесь не было никаких спортивных соревнований и вообще спортивных видов спорта. Почему? Потому что нам не нужны подставки различные, нам не нужны какие-то спортивные достижения. Здесь важна как раз-таки совсем не победа, а здоровье. Медицинские работники сейчас выполняют планы, возникает синдром так называемого эмоционального выгорания. Поэтому для того, чтобы каким-то образом расслабляться, мы стараемся им помогать и проводить различные физкультурные и спортивные мероприятия. Всего в спартакиаде приняли участие 35 команд. Из них 6 от Орехово-Зуевского района. Все этапы спартакиады требовали слаженной работы в команде. Например, пока одни плывут, другие руководят с берега. Левым звездом, левым, левым, правым, правым, левым. Спартакиада проходила по четырем видам спорта. Помимо байдара, команды встретились на волейбольном поле и на футбольном. От традиционных состязаний они, конечно, отличались и количеством членов команды, проведенным временем в игре. Но от этого накал страстей был не меньше. Когда медицинское сообщество ведет пропаганду здорового образа жизни, это для нашего общества очень здорово. Потому что, когда врачи сами показывают это, это особый статус, особая серьезность, особая значимость этого мероприятия. И вспоминаются слова Фаины Раневской. Если пациент хочет жить, то медицина здесь бессильна. Это еще и хорошая возможность для всех врачей в Подмосковье встретиться, познакомиться, какой-то сплотить корпоративный дух. Последний вид соревнований самый экзотический для этого времени года – биатлон. Вместо бега на лыжах – небольшой кросс и стрельба из винтовки. По итогам соревнований победу одержала команда Московской областной психиатрической больницы номер 8. Второе место заняли работники здравоохранения из Коломны. Третье – из Рошали. Зимой медики вновь соберутся. Здесь пройдет зимний подмосковный кубок.